Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской Думы Эжене Алдермануна в студии. Доброе утро. Доброе утро. Но перед новым учебным годом, за несколько дней, появилась новость сначала от министра образования Элги Шуплинской, что нам примерно 500 учителей не хватает. Вот эти вакансии существуют в Риге. Примерно около 100, насколько мы знаем, вот этих вакансий пустых. Больше. 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 Ну вот расскажите, сегодня уже почти первая учебная неделя прошла. Что на сегодняшний день? Ну, вы знаете, это количество меняется каждый день, это естественно, поскольку в данный момент это, например, последние такие данные, около 100 где-то в дошкольных учреждениях и такое же число примерно в школах. Но это не всегда полная вакансия. Там бывает, что есть, скажем, половина, только в определенном предмете часов нужен учитель. И директора очень помогают в данный момент друг другу. Если у него, например, работает учитель, который не на полной вакансии, у соседа нет, тогда они совместно... Ну, вы знаете, это ненормальная жизнь в образовании, когда, собственно говоря, не хватает учителей. Ситуация такая, что должно быть, на мой взгляд, так, что если директору нужен учитель, то у него есть даже выбор, у него есть возможность почти такой маленький конкурс организовать. Сейчас того выбора нет. Ну, что вы, хорошо, что учитель вообще стоит перед классом, что нет ситуации такой, что нет чем заполнить урок. Но получается, что при такой ситуации учитель фактически становится, ну, грубо говоря, монополистом в своей области. То есть, если, например, он не очень хорошо преподает, может быть, не очень профессионален, или родители недовольны, они ничего сделать не могут, потому что не на кого заменить. Не на кого заменить, вот именно. И все это связано уже несколько лет. Я сама лично не раз говорила на разных мероприятиях, которые организует Совет местных управлений и Министерство образования, что нас ждет кризис. И очень, по всей Латвии, и очень серьезный кризис с нехваткой педагогов. Мы в данный момент уже даже переступили порог этого кризиса, я бы сказала, да. Почему он тревога не у него? Поскольку, поскольку, в следующие годы, где-то 2-3 года, и уходит, это по всей Латвии, это не только в Рио, уходит, где-то одна треть учителей, которые достигли, уже даже работают в пенсионном возрасте, да, просто директора с ними говорят, и, вы знаете, даже просят, что поработай еще год, поработай еще год. И молодые учителя очень неохотно идут работать в школу, и в результате этот кризис очень дорого может стоить латвийскому государству в целом. Ну, а как другая ситуация может быть, если, например, надо бороться учителям, и мы знаем, что профсоюз каждые полгода должен как-то говорить про забастовки, ну, не шантажировать, возможно, даже, что вот если нам зарплаты не поднимут, то мы будем вынуждены там проводить забастовку. То есть все время надо бороться, соответственно, молодые люди, они тоже, наверное, не очень стремятся. Мы знаем, что там в прошлом или в позапрошлом году один учитель физики, например, выпустился из университета. Ну, вы знаете, ситуация довольно-таки проста. Вот говорят очень много красивых слов, да. Учитель – это прекрасно, учитель – это миссия. Я с этим согласна. Сама была учитель 22 года, да. Но в то же время, то есть в профессии учитель должен быть престиж. Это все же учитель, да. Да. И это состоит из нескольких таких моментов, да. Например, ну что, не будем лукавить зарплаты. Если в данный момент средняя зарплата, бруто в Латвии, где-то 1068 в данный момент, а учитель за ставку получает 750, я уже не говорю о педагогах дошкольного воспитания, но поставим каждый себе на место педагога дошкольного воспитания. Если он, например, получает, и Рига все же, ну, более-менее, ну, старается такую же сумму, как и учителю 750, например, платить педагогам дошкольного воспитания, государство вообще только зарплату дает в дошкольных детских учреждениях пятилетки-шестилетки, да. А с полтора года до четырех лет – это чисто местное самоправление. Если это местное самоправление, у которого один детский сад, это одна ситуация. А если, например, в Риге, где всего 146 – это только дошкольные учреждения Риги, да, и тогда, естественно, что у нас в данный момент работает 148 частных детских садов, где мы полностью оплачиваем ту сумму, сколько мы даем для нашего, в нашем детском садике местного управления, столько же и в частном, да. И это составляет огромнейшие суммы. И в то же время, то есть педагог, я подчеркиваю, педагог, он получил диплом, в котором написано, что он педагог с высшим образованием дошкольного воспитания. Где-то, как в народе говорят, на руки, получает 510-520. Вот каждый поставим себя на это место, да. Это вообще уму непостижимо. И несмотря на то, что уже пять лет тому назад, например, Кучинский назвал даже число, то есть когда будет государство, начнет платить зарплату и учителям дошкольного воспитания, все это где-то ушло в туман. Если так положить руку на сердце, то по большому счету сколько работает педагог в школе по часам? Мы понимаем, что у него есть ставка в школе, но мы понимаем, что есть проверка домашних заданий, подготовка к курсу и так далее. Вот вы проработали столько лет учителем. Вот сколько реально работает учитель? Вы знаете, это зависит и от учителя, я вам скажу так. Давайте хороший учитель. Если хороший учитель, сознательный учитель, это, например, в день, это 10-12 часов. Он обязательно должен посетить своему предмету. То есть он работает контактные часы, потом он работает еще, то есть то делает, что делает каждый хороший учитель, то есть он работает индивидуально с учениками. Далее он готовится к следующему дню, где ему опять 5-6 уроков, контактных уроков. И особенно, скажем, те учителя, которые должны проверять какие-то домашние работы. Это учитель языков, это математика и прочее. И такой сознательный учитель, который действительно учитель по призванию, я бы сказала, как бы это может быть в нашей ситуации, как я говорю, из высоких слов, но он 10-12 часов, он должен посетить работе. Если вот такая же ситуация, как сейчас у нас останется, и никаких изменений радикальных не будет проведено ни в зарплате, ни вообще как бы в этой образовательной сфере, что у нас будет даже вот через 5 лет? Как вы себе представляете, вот школы, учителей, детей, вот в каком виде это все будет? Вы знаете, даже трудно предположить, я говорю, с педагогами кризис, это через 3 года, это 100%. Это страшная вещь. Но, понимаете, Министерство образования, которое, естественно, отвечает за все законодательство, за содержание, за новые какие-то идеи, за проекты и прочее, тут нет последственности. Если предыдущий министр где-то определил, я посчитала очень хорошо, где-то 14 реформ, шадурские, которые были... А не хорошие реформы? Ну что бы они не осуществились в основном. Некоторые из них теперь переняла новая министра, но опять они уже другие, опять другой подход. И учитель все время, извините, находится как в центрифуге. Он абсолютно не знает, что будет опять новое на следующий учебный год, что от него будет требоваться. Что надо абсолютно, стопроцентно и быстро делать, это надо пересмотреть модель финансирования. Вот эта модель, где деньги следуют за учеником, она себя просто дискриминировала. Это даже говорить не о чем, да? Поскольку это не говорит о качестве, например, учебного заведения. Может быть, учебное заведение очень хорошее качество, но вот нет, понимаете, вот такого числа учащихся, где пропорции между учениками и учителями соответствуют нормальной стопроцентной. Что случается? Кто может сказать учителю, ты плохо делаешь, если он видит, что в соседней школе он может попасть под это финансирование, деньги следуют за учеником и получать выше зарплату, и он уходит с этой школы. Это чисто человеческое. Каждый человек думает, как кормить свою семью и как вообще жить. А учителя особо, извините, ему надо все время продолжать учиться всю жизнь. Ему надо приобретать литературу. И ему надо перед классом, пусть меня простят слушатели, выглядеть так, чтобы он мог стать перед классом, который у девочки, например, выглядит, или мальчики, если это мужчина-учитель, гораздо моднее, эффектнее. Чтобы они были примером. Чтобы они были примером, да. Ну вот с такими зарплатами. Что же делать? Что же делать? И есть в мире довольно-таки много стран, которые, скажем, в которых небольшое количество жителей, которые поставили все на карту образования и здоровья человека. поскольку процветающая нация может быть только в такой ситуации, когда умная голова и здоровая голова, извините, и тогда будет и экономика, будет и развитие страны и прочее. Почему мы не берем пример таких стран? Почему у нас все время изобретается велосипед? Нет, мы, понимаете, что мы делаем? Мы что-то хватаем. Вот так, например, в данный момент разрабатывается это новое содержание. И что удивило, ужасно, когда мы констатировали, которые долго работали в образовании, чуть-чуть знаем, не чуть-чуть, а, например, я хорошо знаю эту систему, поскольку я прошла с детского сада до министерства государственного секретаря и в данный момент работаю с этими вопросами. Если, например, вот ты видишь вот эту бумагу, которая написана, пришла к тебе из министерства, и ты видишь, что это чисто переписано, например, по языку, поскольку это меня очень интересовало, естественно, я преподаватель латышского языка литературы, по литературе, по диплому. И я вижу, что это программа национальных меньшинств, которая работает в Шкотте. В Шотландии? Да. То есть очень удобно взять из какой-то страны Евросоюза, переписать, чуть-чуть поставить там... Заменить Шотландию на Латвию нормально. В наши моменты, да, и все, и пошло. Мы, значит, изобрели что-то новое. Это же опасно. А в начале с министром, с Шуплинской, у вас был какой-то разговор, какое впечатление она на вас произвела? Насколько она в этой системе, насколько она понимает, куда идем, и есть ли у нее конкретное видение и цели? Шуплинская все время повторяет примерно одну и ту же фразу. Я еще не вникла, мне еще надо многое узнать. Извините, сколько же... Тебе должна быть команда. Любой руководитель, он должен быть хорошим администратором. И ему должна быть команда, которая работает и представляет, скажем, ну, фу, такие идеи и составляет такие нормативные акты, которые, скажем, работают на то, чтобы что-то ишло вверх. В чем же дело? Если уже несколько лет подряд, например, результаты экзаменов все время идут вниз. В Риге нет. Но это и само собой. В Риге не должно это и быть, чтобы Рига все же город возможностей. Но в основном и в Риге, если мы смотрим и сравниваем с другими годами, тоже ниже. Но по Латвии довольно-таки катастрофически идут вниз. Значит, если уже в течение где-то 3-4 лет эта тенденция, то это криком надо кричать и думать, что же делать. Что-то, значит, неправильно, что-то надо исправлять. Но когда мы встречаемся? Я, например, с Шуплинской не встретилась ни разу. Ни разу. Вот так вот, с глазу на глаз. Ну, а зачем приглашать Алдермана? Это Рига. Да, Рига – это… Понимаете, если мы не снимем с таких вопросов, как образование, культура, социальная сфера, вот этот политический, я бы сказала, смог, который лежит над этими вопросами, и не начнем профессионально, а не политически только смотреть на эти вещи. Да, должна быть политика образования, политика, скажем, развития культуры, но это без каких-то политических интересов, да? И несмотря на то, кто там работает в том или другом местном самоправлении, какая партия там руководит, должно идти на результат, чтобы мы говорили о качестве знаний и думали в данный момент о ребенке, а не о своей политической партии и о программе своей партии. Вот это самое страшное. Министр говорит нам, что зарплаты учителей будут повышаться, если будет проводиться правильная оптимизация школ. В Риге в этом году 4 школы закрыты, несколько… Деорганизованы, да. Что ждет в будущем? Будет ли продолжаться эта реорганизация? И действительно ли это путь к улучшению, в том числе, зарплат и качества образования? Вы знаете, что меня больше всего, я бы не сказала, даже тревожит. Я просто… Я злая, когда я слышу, например, эту вещь, чтобы для того, чтобы повысить зарплату учителям, надо реорганизацию школ произвести. Эти две вещи нельзя вообще сравнять. Это некорректно. Это некорректно – самое мягкое слово, которое, можно сказать, учитель должен получить зарплату, потому что он учитель, да, а не потому, что у кого что-то надо отнять, чтобы поднять зарплату учителю. Школа, оптимизация школ, да, она будет продолжаться, но логично. Не потому, что так, например, хочет кто-то в правительстве. Там, где абсолютно ясно, что, например, качество знаний низкое, что год из год нельзя увидеть какое-то продвижение вперёд, где возможно объединить школы. Естественно, что мы никогда не создадим такие комбинаты, как это, например, в Германии или в какой-то другой стране. Но объединение школ может дать хороший результат, если они рядом, эти школы, если одна идёт, то есть, с хорошим результатом, а вторая проблемная, то объединение школ может дать положительный результат в будущем. Это логическая оптимизация. Скажем, ликвидировать школу только потому, что надо ликвидировать, я против этого была и буду и в будущем. Пишет нам в Ватсапе, «Доброе утро, в Царникове дума подняла ставку, и теперь учителя получают 850 евро. Почему Рига отстаёт?» Второй вопрос, «Где обещанная факультатива?» Прошло больше года после обещаний. Почему учителя так вяло борются за оплату труда? 40 евро – это нищенская подачка. Сами отчасти виноваты в ситуации, что соглашаются на такую оплату труда. Ну, вы знаете, тут, если и Царникову, например, или можно Ада же, или любую другую из предместия города Риги поставить, это очень просто. Там, скажем, одна школа. И эти все, и Царникова, и Ада же, и можно назвать подряд все эти и баби, и они довольно-таки богатые в местных самоправлениях. Если люди, например, думают, что Рига богаче всех местных самоправлений, то, извините, Рига по тому, сколько, например, на одного жителя, то есть сумма какая финансирования, мы где-то во второй половине местных самоправлений. И, естественно, что идет в какой-то мере, я даже говорю иногда, когда говорю с масс-медиа, что в данный момент идет торговля даже людей, учителей в данный момент, перекупка. Я знаю учителя, которая в Цессис переехала в Риге. Да. В Риге тоже, между прочим, средняя зарплата 850, средняя зарплата учителей. Потому что мы каждый год добавляем, 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 пытаемся как-то догнать те, которые наши соседи и могут это сделать. Но я могу назвать цифры. Например, в данный момент у нас 109 школ и 7 480 педагогов. Это только в школах. Дошкольное воспитание 146 наших дошкольных воспитаний и 3518 педагогов. Разницу чувствует, несмотря на то. В данный момент правительство добавляет 40 евро, то есть общеобразовательным школам, и в детских сезонах группы 5 лет, 6 лет. Остается огромное количество работников, которые в Риге, которые работают в образовании. Это все педагоги с полтора года по 4 года дошкольные. Это педагоги по интересам. Это педагоги, которые работают в школах, логопеды, психологии и прочее, прочее, прочее. Это музыкальные школы, это спортивные школы. Им не добавляют. Им не добавляют. Но мы в данный момент рассматриваем ситуацию, что мы добавим такую же сумму, как добавило государство в общеобразовательным школах. Но, несмотря на это, очень далеко в любой ситуации средней зарплате в данный момент государстве. И если бы вы спросили мое мнение, верю ли я, что следующий год общеобразовательным школам с 1 сентября опять добавят 40 евро? Не верю. Поскольку даже думаю, что вряд ли с 1 января 2020 года будет такая же зарплата, как и в эти 4 месяца, где просто потушили пожар. Я хотела еще спросить по поводу реформы школьных. У меня дочка, например, учится в 5 классе. Я эти реформы наблюдаю с 1 класса. И вот такой вопрос. Как вообще они вводятся? Нет же никакой практики, нет методистов, нет никакой аналитики. То есть получается, что у нас идет реформа от обратного. Не от учителя к ученику, а от ученика к учителю. То есть для примера, ну условно, давайте мы сдвинем парты, как на свадебном банкете, будем работать в командах. Учителя не очень принимают эту систему, дети не понимают, что от них требуется. С родителями диалога нет, родители не понимают, почему дети должны сидеть, смотреть на доску вбок. И поэтому получается такой немного хаос, потому что никто не понимает, зачем это нужно. То есть насколько это рационально, может быть, я ошибаюсь, может быть, я не знаю вот этой внутренней кухни, и вы меня сейчас переубедите. Или, может быть, действительно у нас реформа вводится просто неграмотно на данный момент? Я с вами частично согласна, частично согласна, поскольку каждая реформа, которая вводится, ну это так, для сравнения. Если мы строим дом, например, то мы должны видеть в перспективе, какой будет этот дом. Абсолютно ясно должен представляться проект. Далее, хороший материал, хорошие строители, и мы должны видеть, кто и как там будет жить. И вот теперь сравним. Значит, реформа. Кто видит в данный момент, какой прогнозируется результат реформы? Никто. В данный момент вводится вот это новое содержание, образование по компетенциям, и в то же время методики еще, и, скажем, в каком-то направлении, нет, как каждый может, так работает. В Риге, естественно, есть методический центр, там работают методики с учителями, и, то есть, ну, все же пытаются как-то ввести эту реформу в действие, да. Но в то же время, если говорить отдельно с учителями, как вы это понимаете? Очень часто я слышу просто, вы знаете, такой уже несчастный ответ, не знаю, не знаю. И, а я, например, смотрю на это и думаю, господи, я же всю жизнь так работала, как учитель. Примерно так, как в данный момент предлагают, да. То есть, например, один пример только скажу из моей практики, когда я работала учителем в школе. Если, например, была работа, которую проверяет учитель латышского языка и литературы, то, естественно, правописание – это было законно. Но этот закон относился и к учителю по географии, по истории и к любому учителю. И в результате те учащиеся, которые проходили через этот процесс, они прекрасно пишут, знают и письменную речь, скажем, языка, и разговорную речь. А в данный момент, если я привела этот пример, проект, значит, и результат невидим точно. Далее, материал. Материал – это среда и материально-техническая база. Если министр сказал, что этот учебный год технологий, простите, Рига, это просто не может сделать, вы слышали, количество школ. То есть уже эта технология через 2-3 года надо менять, тут ничего не поделаешь. Далее, строители – это учителя. Про учителей мы уже говорили. А далее – дети. Если мы говорим в данный момент, что вот будет образование по компетенции, значит, ученик придёт, он сам как-то думает, он сам инновативные идеи, он сам, а учитель так, его только как-то там со стороны руководит. А учитывали ли те, которые составляли это, что в класс придут очень разные дети? Придут такие, которые действительно смогут там инновативно думать и сами как-то себя через этот процесс продвигать. И придут те, которые это не могут сделать. И если, я уже говорю, извините, как кукушка некоторый год, если в школах не будет помощника учителя, мы переписываем программы с других стран, а мы не видим, что там есть как закон помощники учителя, которые работают с теми детьми, которым очень трудно войти вот этот новый проект, эту новую программу. Но это опять министерство проводит. Понимаете, очень странная вещь. Мы живём своей жизнью. Министерство живёт своей жизнью, местные управления живут своей жизнью. И когда, например, какие-то новые идеи идут с министерства, да? Нас кто-то спрашивает об этом? Нет. Теперь приняли, например, идёт уже идея, что, например, в четырёх городах начальная школа обязательно 400 детей. Что это значит, например, для Риги? Могу сказать. Такая школа, как Залыша, такая школа, как Калпака, где можно было быть в начальной школе не только 400, но и 600, там запрос большой, но они не могут местить больше 350, как 350 учеников. Я уже не говорю, а я он ЦМС. Что там будет? Такая школа, как когда-то при первой независимости, где в одном помещении сидели первые по четвёртой классы был один учитель Болдрая и другие окрестностей, которые есть, ну, такая ситуация. Надевайте наушники, примем звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Я вас хотел спросить о вашей гости. Она насчёт зарплат говорила, учителей сейчас в последнее время всё время насчёт зарплат. Она вас слушает, спрашивайте. Да. Что спросить? Смотрите, я не против, чтобы учителя много получали, но вот я вот сколько в школе давно уже закончил школу, и посчитать, смотрите, три месяца лета, потом весенние, зимние, осенние каникулы, да, учителя школы, только не рассказывайте, пожалуйста, что вы все эти дни, все эти там дни, часы, вы в школе или где-то работаете, то бишь вам это оплачиваемый отпуск. Даже если с этих четырёх месяцев, ну, пусть два месяца, списать на то, что вы там повышаете квалификацию, что, в принципе, не так, на самом деле. Всё, те учителя, которые работают давно, а у нас государство говорит, что у нас все учителя уже там предпенсионного возраста, у всех уже накатана эта программа, и там много новшеств не добавляется, так, чтобы два месяца в году там бесконечно учиться. То бишь два месяца в году вам дополнительно ещё оплачиваемый отпуск. Смотрите, две зарплаты разделите, сложите и разделите на год и добавьте каждому месяцу. Так у вас уже получится зарплата насколько больше. Просто попробуйте, я не знаю, переубедить меня, но мне кажется у вас, давайте по часам тогда пусть селя получают, только за те часы, которые они в школе. И тут на самом деле тогда совсем другая ситуация будет. То есть учителя, я не понимаю, мне кажется вам и так, ну, зарплата абсолютно адекватная. К тому же, сколько вы находитесь на рабочем месте. Спасибо. Что скажете? Ну, вы знаете, это естественно, что такое мнение существует, тем более, я уже говорила об этом, если ещё идут такие объявления, что что-то надо сократить, что-то надо отнять, чтобы повысить, скажем, зарплату учителям, то два месяца, два месяца отпуска, да, каждому человеку один месяц отпуска, значит, можно говорить дополнительно о одном где-то месяце, но тот человек, который связан в школе, знает прекрасно, что в то время учителя ремонтируют свои классы, они готовят методические материалы, я сама 22 года проработала в школе, и, простите меня, не знаю, что это такое месяц, два месяца отпуск, поскольку подготовка к новому учебному году, как минимум, это просит довольно-таки большое время. Ну, каждому, который меня слышит, я ещё раз хочу спросить, вы тоже каждый, да, есть люди, которые получают такие зарплаты, вы тоже получаете где-то 510-520, и на это кормите свою семью, и сами живёте, как-то живёте. Примём ещё один звонок, доброе утро. Доброе утро. А можно, вы уж простите меня, некоторые исторические факты. Только город. Я бы попросил меня послушать, потому что для меня лично это очень серьёзно. Так вот, значит, те из вас, кто помнит, у Чехова был человек в футляре такой там, да, он был учитель, учитель греческого. И поскольку он был, помните, если что, так как бы чего не вышло у него было, так он не содержал кухарку, естественно, на свою зарплату, а он, у него был отставной солдат, который ему там готовил кушать и прибирался, и всё прочее. А вот вчерашняя газета называется «Сегодня», так там, значит, сказаны такие вот вещи, что в первой республике в 20-м году установили пенсии только военнослужащим, в следующем там, сейчас не помню, в который году, в следующий раз, это было в 22-м году госслужащим, госслужащим там, министры, военнослужащие и прочее. А в 31-м году включили в этот список и учителей. Остальным пенсии не было, вот остальным тем работникам, то есть госслужащие и плюс учителя. То есть даже тогда учителя стояли на уровне с госслужащими по обеспечению. Вы простите, у нас время эфира, к сожалению, не резинуло. Я закачиваю, если бы сегодня с госслужащими, скажем, с депутатами уравняли зарплату учителей, было бы все нормально. Спасибо. А вы знаете, этот вопрос обсуждался не раз, между прочим, что учителей надо, то есть приравнять и статус давать госслужащего. Но потом он где-то опять пропал. Вот этот вопрос, об этом не говорилось. Потому что действительно тогда надо, ну, большую сумму найти в государственном бюджете, чтобы этот вопрос решить. Но что касается учителей, вы понимаете, это идут... Тут вот гражданин задал вопрос исторический, он вспомнил такие вещи. По какой-то причине исторический учитель всегда получал по сравнению с другими небольшую зарплату. Я, например, получала 80 за ставку 32-34 урока. и могу сказать с полной ответственностью, что, вы знаете, тот, который никогда не стоял перед классом, он не представляет себя, что это такое проработать 5-6 контактных уроков в день. Это очень тяжелый труд. И я получала 80 рублей, а моя мама, которая работала в целозно-бубажном комбинате с лока и просто простую-престую работу работала, получала 120. И это почему-то так было введено. Исторически сложилось. И мы идем по этой исторической тропе вперед. Примем еще один звонок. Доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе утро. Я хотел поддержать вашу гостю в плане того, что действительно учителя считают, что нужно добавить обязательно денег, чтобы они работали. И хотел бы сделать замечание предыдущему звонящему молодому человеку, который закончил школу, и светил на то, что учителя ничего не делают, отдыхают весь день и получают такие деньги. Насколько я знаю, насколько я помню, из своей молодости, что учителя брали домашние задания учеников домой, они работали с отстающими и так далее. То есть человеку хотелось бы совет, прежде тем, чем оценивать чью-то работу, попробую сам сделать. Спасибо. Это в любом виде. Спасибо. Вы упомянули уже Адаж и Царникова, мы говорили, и не так давно появилась новость, она так по всему информационному пространству прогремела, что 12 миллионов евро было вложено в новую школу в Адаже, и она действительно выглядит как-то космически, как школа будущего ее называют, хотя, наверное, в Европе большинство школ так выглядит. Я знаю, что Волайн уже энное количество лет назад построили на европейские деньги тоже школу с площадкой, с новыми залами, с новыми партами, с дисплеями и так далее. Как сегодня выглядит большинство рижских школ, и надо ли удивляться, что вот школа будущего выглядит так, или это должно быть нормой для нас? Вы знаете, это, собственно говоря, должно быть нормой, особенно в тех школах, которые претендуют или уже есть статус гимназии, или это государственная или гимназия местного самоправления, но это европейские деньги, в основном, которые Адаши и в других местах Рига тоже получала определенную сумму, но это было вот именно с направленностью для гимназий, государственной гимназии. И мы несколько лет проводим программу по реновации и то есть ремонтов школ. И те школы, в которых ведется реновация, естественно, там меняются технологии, там вводится все то, что должно быть в школе, сигнализация и прочее. И я бы сказала, что наши школы в данный момент в хорошем состоянии, если мы говорим о инфраструктуре, действительно в хорошем. и это как-то естественно и сказывается на том, что в такую школу хочет идти и учитель и работать. И недаром, например, в топе школ Латвии, то есть по качеству, которые показывают качество, то есть первые десятки пять реческих школ. И в дальнейшем тоже уже за этой десяткой большое количество реческих школ. Да, естественно, это в основном гимназии. Это первая, это вторая, это третья, это немецкая агрессивная гимназия. Но далее уже таким же результатом идут и большие школы, например, классические гимназии, французские лицей и прочее. Но для того, чтобы сказать, что мы вполне, вполне можем сказать о какой школе эта школа сегодняшнего и будущего дня, это очень большая работа, надо вкладывать очень большие, очень большие деньги. У нас минутка буквально остается. Да, последний вопрос, вот мы говорим сейчас о школах, которые в рейтинге, в рейтинге занимают высокие позиции, обязует ли это школы вводить какое-то ограничение на количество учеников? Потому что, например, классическая гимназия в этом году добавила по одному параллельному классу почти во все классы, вы понимаете, что происходит в школе, там просто такой настоящий ад, потому что там огромное количество детей, и им надо где-то всем поместиться. Ну, видите, классическая гимназия вот именно попала под эту оптимизацию, ее объединили еще с одной школой, и поэтому и прибавили вот это количество учащихся. Вот это то направление, о котором я говорила, то есть школы-комбинаты, которые создаются, да, и естественно, что если школа дает очень хороший качественный результат, то если есть только возможность, если это не грозит какой-то перегрузкой детей, да, или учителей, тогда, простите, в такой школе, которая с хорошим результатом, чем больше можно открыть параллели, тем лучше. Это просто и для ребенка хорошо. Спасибо, нам пора заканчивать на сегодня. Глава комитета образования, культуры и спорта Рижской думы и жена Альберман была у нас в студии.